Девушки отдыхают Да из тебя бы мировой вратарь вышел бы Мировой? Вот примерно за этим и приходил тренер Пономаренко в дом к Дегтяреву Понаблюдав за парнем на первых тренировках, он понял, что... У Юры талант от Бога Природа его одарила всеми качествами у вратаря Ростом, пригучестью, ловкостью, гибкостью Реакцией прекрасной И отчаянной храбростью Что очень важно для вратаря Юре повезло еще, что он попал в прекрасную группу 47-48 годов рождения Ребят Там было много талантливых ребят Это Шевлюки, которые играли в шахтере Это Толик Ярош, который с ним был в сборной юношеской Это Женя Король Это Петя Фролов И многие еще другие ребята Раньше ведь мальчишки начинали гонять с таких лет и приходили к нам в школу где-то в 12-13 лет уже с 5-6-летним уличным стажем игры И нам, тренерам, не трудно было посмотреть и определить данные его и по этим данным сказать, будет ли что-то из этого мальчика Юра, вот в эти годы, когда он только пришел ко мне А получилось это так, значит, я к ребятам обратился как-то Ребята, у нас один вратарь, Кривопустов Ну, представляете, если он получит травму, если он заболеет Кто станет в ворота? Я? Приведите, пожалуйста, мальчика хорошего А я тогда практиковал метод отбора такой Один плюс один Это, значит, мальчик, который ты сам пришел Ну, приведи еще мальчика ты Хорошего, так ты же знаешь на улице, кто лучший И вот они говорят Есть у нас там такой-то Дуган, Дуган Юрка Это кличка, Дуган Я говорю, ну, ведите Дугана, давайте его сюда И вот они его когда привели Я его поставил в ворота Ну, он чудеса начал творить Ну, как этого мальчика не взять? А вот нынешние ребята такие же? Очень мало вот таких вот ребят Какие были 30 лет назад Это я связываю с тем, что все-таки улицы нет Исчез дикий футбол А это естественный источник отбора истинных талантов Вы понимаете? Вот можно по тестам отбирать Ну, это все придуманное человеком А улица, она воспитывала самобытных мальчиков С тех пор каждый день третий трамвайчик возил Юру Дегтярева на тренировки Началась настоящая спортивная жизнь А через год, в 64-м, он уже защищает ворота юношеской сборной Союза Эй, братарь Готовься к боленку ворот И представь, что за тобой Колоса пограничная идет На стадионе «Металлург», где отчаянно болел с ребятами за заводскую команду На пустыре, где все еще гоняли мяч его соперники с соседних улиц Приходилось бывать все реже Да и в школе тоже Хотя повод появляться там был очень серьезный Вам со мной хорошо? Нет Нет? Ну, мне с вами тоже плохо Хорошо, хорошо Ну, первая любовь-то была у всех Что ж? Была Понравилась мне девчонка с параллельного класса И 20 лет мы поженились Вместе скоро уже 30 лет Но тогда, в 68-м, бывшие учителя, встречая родителей Татьяны, недоумевали Да за кого же вы дочку-то отдаете? Это ж Юрка Дегтярев Ее аргументы в пользу такого выбора нам услышать не удалось Сколько Татьяну Петровну уговаривали навстречу ни в какую Говорит из суеверия И мы, если честно, нисколько не обиделись В каждой семье свои приметы, а уж спортивные подавно Только вот и удалось подснять украдкой на трибуне стадиона Ее неизменное присутствие тоже примета и, как видно, счастливая А ведь на воротах шахтеров сегодня совсем другие ребята Прощальный свой матч Юрий Дегтярев отстоял 15 лет назад Ну что? Ведь это его ребята И именно от него они получают последнее наставление перед игрой Вместе сосредоточенно молчат в автобусе и соблюдают свои командные приметы Я думаю, что спортсмены все сувениры У каждого свое суеверие Команда, если едет на игру, нельзя, чтобы музыка там играла В автобусе все, тишина, все, сосредоточенность Настраиваются на игру никаких Женщина вообще категорически В борщице у нас за день до игры нет горничных Это проверенная примета? Это проверено В списке соперников вратаря первой сборной СССР и Юрия Дегтярева не было разве что черных буйволов А получилось все так В 67-м на товарищеский матч в Швецию в составе сборной отправились вратари Яшин, Рудаков, Квазашвили, прихватили юного Дегтярева Думал в качестве поощрения за удачную игру в юношеской сборной Но маститые вратари остались на скамейке запасных Ворота же стал Дегтярев Потом еще одна победа на чемпионате Европы следующего года Ну, наверное, аналога нет По крайней мере, в Союзе не было Что человек в 16 лет попадал в сборную юношескую Советского Союза И в ее составе становился дважды чемпионом Европы 20 лет он уже стал защищать цвета сборной Советского Союза В тот момент, когда, ну, в принципе, в основе Основными вратарями этой сборной являлись Яшин, Маслаченко, Банников, Квазашвили То есть весьма и весьма известные вратари Тем не менее, на их фоне он практически был после Яшина номер два Во многом он был любимцем Яшина Потому как манера его во многом напоминала Манеру игры Льва Ивановича Вратарь столетия легендарный Лев Яшин заметил его сразу Успехом не ревновал и, несмотря на разницу в возрасте По-настоящему подружился с Юрой А через много лет приехал в Донецк проводить его из большого футбола Конечно, называл меня там своим преемником Хотел видеть, чтобы я играл в Динамо в Москве Ну, так получилось, что я доморощенный, будем так Прямо говорить, человек Поэтому я сменить какой-либо город на свой Просто как-то не смог, будем так говорить Поэтому он взял, значит, последнее, когда мое решение я дал Ну, отказ будем так говорить Он, значит, поехал в Днепр, пригласил пельгу Яволодю Хотя мы говорили, что, вернее, за меня говорили, что я там что-то копирую Там, Яшинская, ну, это не было Просто, ну, так, такая была, видно, может, и структурой мы похожи И вообще, игрой О Яшине, в общем-то, сдержанный Дегтярев говорит с благоговением Человек, планеты И, наверное, именно от Льва Ивановича получил он иммунитет против звездной болезни Вот за границей он стеснялся в магазины ходить Он мне так, мне говорил, там, или другому, пятому, десятому Говорит, пойди, вот на тебе деньги, пойди купи, потому что Я говорю, Льва, почему? Пойдем вместе и все купим Да нет, они деньги не берут, и все Они мне дарят, а для меня это, я не могу Вот такой человек На личности в футболе Дегтяреву вообще везло Уважительно называют имена Пономаренко, Бекезина, Наумова, Каледина, Мосягина, Якушина, Симоняна А вот Качалин – это особая история Качалин тут вообще мы за сборную приехали В 60-м или в 70-м году В 70-м году в Америку приехали А балалайки взяли, каждый взял балалайки Ну, для сувениров туда раздавать И нас не встречали там Это был случай вообще потрясающий Никто не встречал Ну, мы, задержка Потом созвонились там с посольством Туда-сюда, они говорят Да, высылаем автобус, все там, извинения Какие-то разницы в часах там произошли А он, чтобы команду как-то Ну, чтобы раскрыть время в аэропорту Он взял балалайку Как начал играть Как там весь аэропорт собрался ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таких поединков в составе шахтера Юрия Дегтярева 321 Чуть меньше половины сыграно на ноль Три операции мениска Переломы ревер, кисти Дают знать о себе и сегодня Но вратарская ловкость рук Никакого мошенничества Сохранилась до сих пор Свой первый матч с ЦСКА 2-1 в пользу шахтера Он помнит до мелочей Вряд ли этот счет запомнился ему навсегда Если бы шахтер в его жизни не был единственным Это целая эпоха Эпоха, почему? Потому что из 63 лет Вот сколько будет шахтеру донецкому 18 лет в составе этой команды Играл Юрий Дегтярев Это был самый юный в истории донецкого шахтера Мастер спорта Советского Союза Он был 16 лет, стал чемпионом Европы Затем двукратным Это были, конечно, большие заслуги Периферийного, скажем, вратаря Совсем молоденького паренька Который затем, впоследствии Стал, скажем, вратарем номер один В Советском Союзе Был дублером Льва Ивановича Яшина Выдающийся галкипер в истории Вообще, мирового футбола Который был неоднократно признан Лучшим вратарем мира И Лев Иванович видел в нем своего преемника Но, однако, Юрий Дегтярев остался верен своему клубу И так он проиграл в нем 18 лет Долгих 18 лет И с этими выступлениями были связаны Самые большие успехи донецкого шахтера Потому что это были выиграны Серебряные медали Дважды, дважды кубок Советского Союза Бронзовые медали чемпионата страны Это, конечно, были выдающиеся достижения Которые во времена советских чемпионатов Ни одному периферийному клубу не были доступны В те времена в Донбассе фамилия Дегтярев Была, пожалуй, самая известная Не потому, конечно, что каждый дончанин Бредил футболом Секретарем Донецкого обкома партии Был тоже Дегтярев Только Владимир Иванович Это всего лишь совпадение Да и фамилии их писали с разницей в букву Но многие, очень многие считали Секретаря и вратаря отцом и сыном Его сестра писала из Ставрополя письма Говорит, что ж ты сына определил футболист И надо ж учиться Там одна буква не совпадала в фамилии Ну а в целом, так многие считали, что это его сын Но и Владимир Иванович не очень возражал бы против этого Потому что у него наряду со своим сыном Борисом Был бы вот и Юра Дегтярев Сам он вообще-то по характеру своему Очень такой обаятельный, общительный С юмором И большинство кличек, которые существовали у футболистов Придуманы им Это и бабуся Старухина Это Пелепчук Пеле Это и другие там имена Менее благозвучные Ну и к нему прилипла кличка Дуган Получали футболисты определенную зарплату Были ставки такие от 45 до 180 рублей Ну 180, это две ставки было И редко кому они доставались Вот Ну и потом, значит, мы еще доплачивали за счет шахт За что с нас периодически снимали шкуру Даже иногда Сегодня об этом уже можно говорить Сейчас можно, да Раньше же мы даже нашу область накрыли однажды Большой проверкой И вокруг этого ходили И шахты допрашивали Терзали И тогда, значит, пострадали многие руководители За это дело, что содержали незаконно команду Хотя еще ранее так вообще зарплаты не было Футболисты все числились Какими-то физкультурными работниками Почему-то боялись того, что ярлык профессионализма Прилипнет, значит А у нас социалистическое общество И не может быть профессионального спорта И вот такая деталь была Приехал Дегтярев разбираться с командой Почему команда вылетела из... Владимир Иванович Владимир Иванович, да Вот, вот Почему команда вылетела из высшей лиги И, ну, был очень напряженный разговор На базе футболистов И там досталось всем И тренерам, и футболистам И по направлениям, и по линиям Ну, и мне как шефу команды Больше всего Ну, а потом, когда накал стал спадать Юра сориентировался Он поднимается и говорит Владимир Иванович, вы знаете, что мы заняли третье место? Еще не выше, нет Тринадцатое место Почему мы тринадцатое место заняли? В общем, а у шефа команды, говорят Тринадцатый номер на машине Два нуля, тринадцать Госномер Ну, мне приказано было заменить номер Я поставил два нуля, шестнадцать И в следующем году мы занимаем шестнадцатое место И вылетаем из высшей лиги И вот, когда в семьдесят первом году Приехал Дегтярев с командой беседовать И говорит, вот вам задание Занять первое место А коллегину дадим Говорит, три нуля один Снял со своей машины номер Это все Юрины шутки были Это был вообще по характеру своего трудоголик Вот он Уже кончат тренироваться команды Уже встали Две тренировки в день Уже все, значит, еле ноги тащат В раздевалку В массаж В медицинскую А он все еще там Все еще постучите Все еще просит Чтобы ему постучали по воротам Чтобы он еще поработал Отрабатывает левый Бросок правый И так далее Вот Ну, сам Такие вот В конце шестидесятых годов Его помощниками были Лобановский и Базилевич Они тоже такими трудоголиками были Очень много работали И вот это Юра на воротах Лобановский закручивает свои сухие листы Базилевич бьет ему головой Даже Мне Юра рассказывал Хохму такую Говорит Лобан бьет мяч С углового кручена И Базилевич говорит Ты не бей головой Ты только лысую голову держи на месте Я сам попаду в голову И Юре забьем Ну, это вообще редко удавалось Потому что Юра работал очень сильно Да, шутки капитана команды Юрия Дегтярева Всегда разряжали самую мрачную атмосферу Даже в сегодняшних своих подопечных Вратаре шахтера Юрий Витальевич Учит весело А уж товарищам по команде Семидесятых тем более Есть что вспомнить Рассказывают Виктор Заягинцев И Виталий Старухин У нас был такой коллектив Что без шуток мы не могли А вы знаете Это не в обиду будет сказано Вратаря, они всегда шутливые Потому что столько падать об землю Вы знаете Это тоже шутка Впервые приехал на базу К нам гипнотизер Экстрасенс Лещенко Когда весь собрался зал Дегтярев додумался до того Что он начал его гипнотизировать Гипнотизер Что получилось? Ну, а там, значит У нас был такой футболист Володя Белоусов Но когда гипнотизер уехал Лещенко Он собрал всю команду Дегтярева Уложил его в постель И начал ее усыплять И ходит по комнате Баши, руки Все говорят А вы курят Расслаблены Вы слышите Звон ручья А что ты не спишь? А, у него сейчас тросточка была Да, тросточка А ну спи В разведку с Дегтяревым Можно пойти? Можно, но осторожно Потому что как-то привезли Противопехотную гранату Так Старухин убежал с базы Он за ним бегал с этой гранатой Вот А потом Старухин начал подбираться И попросил, чтобы ее выбросили А я взял кусок угля Он начал из-за забора выглядывать Ну я бросил А Дегтярев замахнул с этой гранатой А я бросил кусок угля в забор Ну и так как загорал Он тоже взорвали уже его Короче, жили весело Подивиться на этот чудовый гол Виталия Старухина Дудинский и Старухин Да, были люди в наше время Юрий Дегтярев не скрывает Что футбол прошлого Во многом дает фору нынешнему Я считаю, что вообще вратарей Школа вратарей была лучше В то время, в наше время Сейчас она более запустили ее В Донецке? Нет, не только в Донецке Взять и СНГ, и ближнего, и дальнего зарубежья Ну, в общем, интересно, почему снизился Потому что мы же перестали играть С теми клубами, которые У нас, допустим, 4-3-5 клубов Также во всех регионах и странах СНГ То же самое А в общем, зрелищность и футбол потерял от этого Потому что был самобытный жаль Самобытный клуб Ну, Динамо, Тбилеси, Баку, Грузия, Армения Ну, а как же У каждого свой был стиль Свои лидеры были Свои лучшие игроки Поэтому оно как-то И рост шел общего футбола от этого А когда мы замкнулись в этом Сами в себе, каждый Поэтому это же не случайно Что мы никак не можем туда прорваться И на Уефани, на Кубокуб Свою бытность Я как-то смотрел на всех Допустим, и делал Как-то впитывал, как губка Все лучшее Может, и с этой стороны Какой-то недостаток Нынешних вратарей А может, тот недостаток Что они не застали Воочию ту плеяду Настоящий болельщик Время сверяет по своему календарю Особенному И если даже птички не поют И не цветут деревья Весна в его душе наступает С началом футбольного сезона Когда-то победы любимой команды Были лучшим допингом для побед трудовых Двойную норму на гора Увы, сегодня настроение шахтеров Зависит совсем не от футбольных раскладов Острых ощущений им хватает в жизни И без того Но несравнимая ни с чем Атмосфера стадиона Дарит надежду Хоть на 90 минут Вы знаете, 70-е годы Я, к сожалению, не помню Я тогда не был жителем Донецка Поэтому конкретно фамилии Не могу не сказать Но, может быть, это даже лучше Что вы не жили в Донецке Вы слышали такое имя Юрий Дегтярев? Дегтярев, Бабошка даже предыдущая Звягинцев Ну, а давайте о Дегтяреве немножко поговорим Вы что-нибудь слышали? О Дегтяреве Ну, во-первых, это можно сказать Не только, что прекрасный футболист Если взять уже историю Душа Великолюбина Вы прекрасный человек И показывала ей дальнейшая судьба Что постоянно занимаясь спортом Работая над собой Я, например, знаю его Немножко Чем он занимался Служил И сейчас занимаюсь на тренерской работе И играю в судьбу Человек достойный показывал Допустим, тем юношам молодым Что действительно, занимаясь Совершенствуясь спортом Можно достичь определенного успеха И уважения Не только как к себе А и создать своим регионам Я, например, знаю в то время Находясь в Одессе всегда А что Донецк Это Дегтярев Говорят, вратарь это половина команды Кого из вратарей Шахтера Вы хорошо помните Из истории Шахтера? Ну и Шахтера я помню Дегтярева Это вратарь номер один Даже такие классные игроки Которые пытались ему забывать Не забивали Он, по сути дела, ведущим игроком был в команде Алло, алло Внимание, внимание До начала матча Осталось Осталось 15 минут Среди тысяч зрителей Есть один Особенный Ему запрещается грусть Семечки Отчаянно ругаться И толкать от радости соседа в бок Толкать-то просто некого В общем, не позавидуешь Я еще мальчишка Я приходил сюда Вот на трибуны этого прекрасного стадиона Центрального стадиона Шахтер И видел буквально все матчи Дегтярева Ну, естественно, те, которые проходили в Донецке Это был прекрасный футболист Это был кумир Этот человек, который в 1968 году Был в 20-летнем возрасте Приглашен в сборную Советского Союза Я помню, как мы все волновались Болельщики Шахтера Как Юра Дегтярев сыграет в этом матче Он сыграл достойно И таких достойных матчей У него было большое количество И в сборной Советского Союза И в матчах Еврокубках И в многочисленных матчах Чемпионата Советского Союза Кубка И выиграл и медали Дегтярева И серебряный, и бронзовый И выиграл Кубок Советского Союза Это действительно футболист-гигант Футболист величина Один из лучших вратарей в советском футболе Ну, какой Дегтярев Он немножко скрытный Он не сразу открывается людям А вот когда ты уже с ним много пообщался И уже знаешь этого человека Он очень остроумный Выдумщик Ну, просто вот такой по натуре человек И вот сложно разговаривать Но когда разговариваешь Я думаю, что информации получите сполна И увидишь, что интеллектуальный Уровень этого человека не меньше Чем его спортивный футбольный уровень Можно было бы принять все это за дружескую лесть Но дело в том, что так О Дегтяреве отзываются все Кроме тех, наверное, кого он дисквалифицировал Надолго, пользуясь правом сотрудника Уголовного розыска и АБХСС В 35 лет Дегтярев сменил вратарскую форму на милицейскую Хотя был еще и в форме спортивной Но плохо играть не привык, а время В общем, спортсмен должен почувствовать И предвидеть этот грустный момент чуть раньше Чем соперники и болельщики Да и грустить на оперативной работе просто некогда Кстати, немногие тогда уходили из футбола так Ну, не то чтобы легко Но рассудительно и спокойно Да, сегодня я в ударе не иначе Надрывается в восторге москвичи А я спокойно прерываю передачи И вытаскиваю мертвые мечи Вот судья противнику пенальти назначает Репортеры тучи кишат у тех ворот Лишь один упрямо за моей спиной скучает Он сегодня славно отдохнет Извиняюсь, вот мне бьют головой Я касаюсь, подают угловой Бьет десятый, дело в том Что своим сухим листом Размочить он может счет нулевой Мяч в моих руках с ума трибуны сходят Хоть десятый его ловко завернул У меня давно такие не проходят Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул А Берлинсо слышу голос из-за фотокамер Извини, но ты мне, парень, снимок запорвал Что тебе? Ну лишний раз потрогать мяч руками Ну а я бы снял красивый гол Да, Юрий Девтерев игорчил ни одного фоторепортера Но сегодня вполне может компенсировать им недостающие снимки Полувековой юбилей одного из лучших вратарей Европы Это ведь тоже сенсация Об этом человеке говорить можно очень много и долго Это легендарный вратарь футбола 70-х годов Который верой и правдой прослужил нашей родной, любимой команде шахтер И несмотря на заманчивые предложения столичных клубов Он остался верен нашей команде Который также продолжает сейчас трудиться И воспитывать новых высококлассных вратарей Для нашей любимой команды шахтер В этот праздничный для вас день Я хотел бы вас поздравить с юбилеем, Юрий Витальевич Пожелать вам крепкого здоровья Пожелать вам огромного людского счастья Вам, вашей семье и вашим близким Граждане, больше ничего не будет Это конец Да нет, к Юрию Дегтяреву это никакого отношения не имеет У него все только начинается, как знать Быть может, эти кадры войдут когда-нибудь в юбилейный фильм О вратаре Виталии Дегтяреве Во всяком случае, мяч он держит уже крепко Ты так играл, ты был артист И вот настал твой бенефис Ты так играл, ты был король И вот теперь вакант на роль Вакант на роль Фиват, король, фиват Фиват, король Фиват, король, фиват Фиват, король Ты был, ты был самим собой Каждой семье своей бенефис Субтитры сделал DimaTorzok